Итак, всем привет! Поговорим мы с вами на такую тему. Microsoft и Apple начали работу над внедрением сервисов Apple в Windows 11. В данный момент уже доступно iCloud Photo в приложении фотографии. То есть вот, подключена медиатека iCloud прямо в приложении фотографии. Есть обновление, скажем так, в Microsoft Store для этого приложения, которое добавляет поддержку фотографии iCloud. Что для этого надо? Само обновленное приложение и, соответственно, войти в iCloud. Приложение предложит вам скачать iCloud, то есть и предложит войти. Вы входите, и медиатека iCloud синхронизируется с вот этим приложением Photo. Можно брать, например, вот выделили фотографии. Можно нажать сюда, переместить, копировать, поделиться, удалить, сортировать, фильтр, галерея. То есть все, вот это вот оно рабочее. Копировать, перемещать, импортировать с айфона, по идее. И с компьютера тоже на Windows. Также в будущем, в 2023 году, в магазине Microsoft Store будет доступно Apple Music и Apple TV. То есть полноценное, полноценное приложение сервисов Apple, то есть музыка и Apple TV. На данный момент доступен только iTunes и iCloud. Для работы с синхронизацией медиатеки iCloud с приложением Photo нужно вот это приложение. Чтобы оно открылось, вам нужны последние версии библиотек. Net Framework, Microsoft Visual C++. Их можно скачать с помощью программы Driver Booster. Это тоже не реклама. Я всегда говорю, я если пользуюсь приложением, говорю, что не реклама. Я им пользуюсь. И пользовался на Windows 10, когда у меня еще был компьютер. В основном там был Hackintosh, но второй системой стоял Windows. Ну, для того, чтобы поиграть. Ну, вот Driver Booster, он загрузит все компоненты. После этого откроется это приложение. Мы туда входим. И здесь есть, вот допустим, фотографии. Нажимаем параметры. Photo iCloud. Выгружаете медиатеку. Началась интеграция сервисов Apple в Windows 11. Вскоре ждем бета-версии приложений Apple Music и Apple TV. Мы также снимем ролик. Покажем, как это работает. А если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. И до встречи в новых роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok